Добрый день, Александр Вениаминович. Добрый день, коллеги. Мы продолжим разговор об современных технологиях, о том, что сейчас нам преподнес Александр Михайлович. И то, что эта проблема остается актуальной и по сей день, несмотря на все новые ведущие направления во всем мире, к сожалению, проблема неисчерпаема. И если еще в 2015 году в глобальном отчете по заболеваемости обсуждался вопрос, что с период с 1990 до 2015 года было почти 9 миллионов случаев массивного кровотечения, из них 83 тысячи закончились летальным исходом, то, к сожалению, и на сегодняшний день акушерские кровотечения остаются ведущим в направлении материнской смертности. Поэтому проблема актуальна и, к сожалению, не до конца решаемая. Но мы с этим стараемся все-таки бороться. За патологическую кровопотерю в разных странах приняты различные объемы. Где-то во внимание принимаются временные промежутки, где-то клинические признаки. Но мы руководствуемся рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. И там говорится о том, что за патологическую кровопотерю при родах через естественные родовые пути объем должен быть более 500 миллилитров в течение 24 часов, а массивная кровопотеря более литра. При кесарном сечении немножко другие данные. В большинстве случаев допустимая кровопотеря – это кровопотеря до литра. И поэтому иногда мы смотрим, и нам говорят, что 800 миллилитров было кровотечение – это абсолютно допустимая кровопотеря. Поэтому кровопотеря патологическая только более 1000 миллилитров. И, в общем-то, здоровая женщина кровопотерю в 1000 миллилитров переносит спокойно, без каких-либо клинических изменений и лабораторных изменений. Всевышний позаботился о том, чтобы женщина перенесла спокойно родоразрешение. Поэтому в течение беременности происходят изменения во всех органах и системах беременной, в частности в системе гемостаза. Развивается гиперкоагуляция, происходит увеличение факторов свертывания, увеличение фибриногена мы видим в норме. И 4, и 6, и 8 иногда встречаются. Иногда, правда, мы тоже видим, что как это активно с ним начинают бороться. Наверное, не всегда корректно, но всё-таки это есть. Повышается восьмой фактор. Вот фактор Велимбранда вообще в три раза увеличивается. И, наверное, это единственное физиологичное состояние, как беременность, при котором мы видим нормальное появление додимеров. Поэтому на это тоже не следует особо уповать. Кроме этого, снижаются антикоагулянты, снижается протеин С и снижается 11-й фактор. Об этом всем надо помнить. И поэтому немножко подходы к акушерскому кровотечению должны разниться, чем кровотечение в общихирургической практике. Происходит гемодилюционная тромбоцитопения именно за счет увеличения объема циркулирующего крови, и в первую очередь за счет увеличения плазмы. Поэтому тоже это нужно помнить, всегда держать в голове и всегда применять в тех ситуациях, когда мы начинаем лечить акушерское кровотечение. И говорить о том, что акушерское кровотечение – это всегда ДВС-синдром или кауглоэпатия – абсолютно неправильно. Только две причины основные быстрого развития ДВС-синдрома – это преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты или эмболея колоплонными водами. В этих ситуациях происходит массивный выброс тромбопластины, запускаются патологические механизмы, приводящие к быстрому формированию ДВС-синдрома. А то, что мы называем как голопатия, в большинстве случаев – это ситуация, которая приводит чаще всего неправильные действия в течение терапии акушерского кровотечения, но о чем мы еще будем говорить. Приняты у нас рекомендации, клинические протоколы, согласно которым мы должны следовать. И, в общем-то, не стоит отступать, они очень-таки корректные, очень применимые и правильные. Какими чаще всего методами определения кровопотери до сих пор мы руководствуемся? Конечно же, это визуальный метод, но хочется сказать, что при этом методе до 80% встречаются ошибок. Это самый недостоверный метод. Мы не можем сказать, что какой-либо метод имеет 100% достоверность, но более или менее к этому у нас идет гравиметрический метод, который включает в себя сбор крови в емкости и подсчет всего операционного белья, всего материала, взвешивания. Это единственное, которое хоть как-то приближает к нам, к истинным показателям. Поэтому нужно им руководствоваться. Параллельно с остановкой кровотечения должны проводиться клинические все направления. То есть должна быть проводиться стабилизация гемодинамики, значит, это быстрая инфузионно-трансфузионная терапия. Необходимо начать инфузию с балансированными кристаллоидными растворами. И следует помнить, что инфузия больших объемов инфузионных сред, она не всегда хороша и чаще всего может привести к развитию дилюционной тромбоцитопении, к развитию кагулопатии, приводящей к развитию метаболического ацидоза. Развивается отек тканей и ацидоз тканей, который также у нас усугубляет состояние. К чему мы должны стремиться, проводя терапию кровотечения? Необходимо поддерживать уровень гемоглобина в пределах более 80, поддерживать тромбоциты более 75 и фибриноген более 1,5-2 грамм на литр, что нам позволит создать наиболее благоприятные условия для формирования гемостаза и дальнейшего лидения. По поводу анестезии. Вы уже, может быть, уже слышали, говорилось много по этому вопросу. И до сих пор идут дискуссии. Даже сегодня мы разговаривали с коллегами, которые говорили, что при кровотечении мы делать будем нейроаксиальную анестезию. Конечно, пожалуйста, это право выбора любого анестезиолога. Но вот опубликованная в 2018 году работа Джона Макрелля, который показал, что в их клинике, это многопрофильный госпиталь, было проведено в период с 1997 по 2015 год 129 операций кесарево сечения у пациентов с предполагаемым вырастанием. Из них у 122 операций проводились под нейроаксиальной анестезией, а 7 под общей сразу исходной анестезией. И следует отметить, что из всех этих пациентов и в 72 случаях операция закончилась гистероктомией. Поэтому, в общем-то, это серьезная ситуация. Из 122 операций, начатых под нейроаксиальной анестезией, в 20 случаях в экстренном порядке пришлось переходить на общую анестезию. Причем 7 пациентов интубация проводилась во время сердечно-легочной реанимации и 3 случая, когда доктора столкнулись с трудной интубацией, которые, вероятно, развились в связи с отеком верхних дыхательных путей при проведении инфузионной терапии. И авторы сами уверяют, что у них этот многопрофильный госпиталь с неограниченным как ресурсом людей. У них всегда есть все хирурги, несколько анестезиологов идет на операцию. У них неограниченный банк крови со всеми компонентами. И поэтому они сами говорят, если у вас есть такие условия, то, пожалуйста, вы можете провести операцию под нейроаксиальной анестезией. Но при этом вы должны помнить, что можете столкнуться с такими экстренными ситуациями. Поэтому, пожалуйста, каждого анестезиолога есть выбор, что лучше делать. И мы в свое время пришли к тому убеждению, что если у нас есть высокий риск массивного кровотечения или уже кровотечение развилось, мы проводим операцию, конечно, в условиях общей анестезии. В мониторе проводится, конечно, обязательно неинвазивное измерение артериального давления, частоты сердечного сокращения. Сейчас рекомендуют проводить и инвазивное измерение артериального давления, которое позволяет наиболее быстрее, во-первых, увидеть изменения и наиболее быстрее начать реагировать на то, что происходит с пациентом. Лабораторные данные параллельно с лабораторными тестами нам, конечно, очень сейчас хорошо помогает тромбоэластография, которая, в принципе, позволяет практически в режиме онлайна определить показатели всех звеньев гемостаза и при этом правильно принять решение. Иногда есть кровотечение, но мы смотрим по тромбоэластограмме, что там гиперкоагуляция, поэтому мы не торопимся ни с трансфузией плазмы, ни с трансфузией препаратов, факторов. А если мы видим гиперкоагуляцию, конечно, нужно начинать быстрее заместительную трансфузионную терапию. Шоковый индекс все больше вновь набирает свой потенциал, и сейчас его уже начали называть акушерский шоковый индекс. В принципе, очень простой показатель всего нам необходимо знать частоту сердечных сокращений и систолическое артериальное давление. Это нам, в принципе, позволяет определить объем кровопотерей и необходимость быстрого принятия решения в данный момент. Придерживаемся протокола массивной гемотрансфузии согласно нашим рекомендациям. В наших рекомендациях компоненты крови сочетаются 1-1-1, и при этом 1 – это не миллилитр, а одна эффективная доза. Но следует отметить, что этот протокол применяется и для акушерской анестезиологии, и для общей хирургической практики. Но вспомним, если физиологию, то вот согласно физиологии все-таки более, наверное, оптимальный протокол, который следует в Европе. Там у них начинается трансфузию 1,4 дозы эритроцитов, а дальнейший уже плазма, тромбоцит и креперцветат по одной дозе. Но согласно тому, что все-таки женщина к началу родовой деятельности обычно с более высокими уровнями факторов, в том числе фибриногена, поэтому, наверное, на этом основывается, и они этого придерживаются. Конечно, обсуждается до сих пор вопрос антифибринолитики, в частности, применение атроноксамовой кислоты. Нужно, не нужно? Но уже, по-моему, давно поставлен вопрос, когда закончена была работа исследования вумен с привлечением более 20 тысяч женщин по родоразрешённых. И показало это исследование, что каждая третья женщина выжила при применении атроноксамовой кислоты. Поэтому заключение, что летальность уменьшается на треть, дала возможность то, что необходимо введение атроноксамовой кислоты при акушерском кровотечении, в общем-то, в рутинной практике. Широко используются факторы свёртывания, в частности, рекомендантный седьмой фактор, который непосредственно связывается с тромбопластином в месте повреждения, поэтому активируется обходной путь гемостаза и формируется сгусток именно непосредственно в месте повреждения. Достаточно введения, что можно изолированно ввести рекомендантный седьмой фактор без сочетания других факторов. Также его можно ввести как в изолировании, так и в сочетании плазмы. Они будут улучшать эффекты. Следует помнить, что неэффективен при ацидозе, тромбоцитопене и гипотермии, поэтому если у вас пациентка, например, с отслойкой нормальной расположенной плаценты приезжает по скорой помощи, не особо красивого вида, такая серенькая, холодненькая, уже понятно, что у неё и гипотермия, и ацидоз, то если вы введёте седьмой фактор, то в принципе он будет неэффективен не потому, что он плохой, он просто-таки работает в данных условиях, поэтому об этом нужно помнить. И вот ещё здесь показано, что достаточно применения как раз одного седьмого фактора без согласованности с другими факторами в связи с тем, что он просто запускает, активирует действия других факторов и в результате формируется сгусток именно в месте повреждения и тем самым прекращается кровотечение. Факторы внесены в наши клинические рекомендации, поэтому их можно юридически использовать. Также они в порядке оказания помощи тоже по профилю акушерства тоже не опубликованы, что имеют право применяться. Согласно руководству по применению компонентов донорской крови показано, что правильное применение сочетаний перечисленных факторов, этапов позволяет нам уменьшить трансфузию донорских компонентов крови. Конечно же, в рутинной практике необходимо использовать интрооперационную реинфузию аутоэритроцитов. Вроде бы у меня доклад называется новым, но вот, к сожалению, не во всех еще роддомах, не во всех клиниках так широко используется реинфузия аутоэритроцитов. Это же настолько облегчает жизнь, настолько уменьшает объем трансфузионной терапии, настолько улучшает однозначно послеоперационное течение, что, в принципе, доказано, что, в общем-то, это нужно в рутинной практике использовать. Кроме того, сам объем трансфузии уменьшает. В результате это приводит к тому, что уменьшаются все эти трансфузионные реакции, осложнения, передача инфекций, алой иммунизации, в результате чего при последующих беременностях риск развития резусной совместимости уходит. Поэтому, конечно, здесь много положительных плюсов. И если правильно используют, то, в общем-то, никаких отрицательных побочных действий применения, рутинного применения интраоперационной реинфузии мы не встречаем. Что еще помнить, конечно, что мы сами можем быть причиной развития коагулопатии при массивной инфузионной терапии, особенно инфузионной терапии холодными растворами. То есть мало того, что мы приводим к дилетации, развитию тромбоцитопении, гипотермия сама по себе ухудшает течение и приводит как раз-таки к коагулопатии, усилению кровотечения. Поэтому пациенты должны быть теплые, сухие, как любят говорить Ефим Муниш и Александр Вениаминович. Они любят, я знаю, каких женщин. Вот, они об этом всегда говорят. Поэтому мы тоже любим таких же женщин. Они должны лежать на столе с подогревом. Все растворы должны быть, капаться в теплом виде, подогретые. И не нужно женщин обкладывать льдом, как до сих пор любят назначение лед на живот, еще груз, и она бедно лежит, холодная, с этим льдом. Ну, в общем-то, все не так и так хорошо. Если все нормально, стабильная гемодинамика, нет никаких признаков продолжающегося кровотечения, то нет никаких показаний для продленной вентиляции. Поэтому необходимо пробуждать женщину, стубировать ранее, начать активизировать раннее интеральное питание. Все это улучшит у нас послеоперационное течение, независимо от объема кровопотери. Вот приведу клинический случай. Попрошу, пожалуйста, сильно не критиковать за ход оперативного вмешательства. Я его не для этого привела, я привела для того, чтобы понять, в общем-то, независимо от того, как перенесла пациентка, какой объем кровопотери, при правильно проведенной терапии благоприятный исход. Вот пациентка 25 недель лежала на дородовом отделении с краевым предлежением плаценты, рубец на матке после кесарево сечения, пролоббирование плодного пузыря, беременность пятая, роды третья. По лабораторной она была компенсирована, по исследованию УЗИ и МРТ было подозрение на врастание плаценты. На дородовом отделении самопроизвольное излитие колоплодных вод выставлены показания к кесаревому сечению, начато кесарево сечение. Со стороны ребенка все было неплохо, он уже на четвертый день был переведен на второй этап лечения. Со стороны женщины катетеризация трехперихирических вен до операции, катетеризация лучевой артерии для инвазивного измерения артериального давления. Дальнейшая начатая операция лапаротомия, донное кесарево сечение, метропластика проводилась, баллонная тампонада полости матки по Жуковскому. К сожалению, все принимающиеся в тот момент гемостатические мероприятия были неэффективны. Кровопотеря составила 3 литра. Вот видите, было снижение артериального давления до 60 на 20. Тахикардия. Было принято решение об расширении операции, проведена экстерпация матки с трубами. Еще кровопотеря, еще полтора литра. То есть к концу первой операции кровопотеря была 4,5 литра. К сожалению, в послеоперационном периоде мы увидели вот такую картину. Было кровотечение из культи влагалища. Мы начали рылопаротомию. Произведена ревизия брюшной полости, произведено ушивание культи влагалища. И кровопотеря еще полтора литра. То есть в общей сложности 6 литров была кровопотеря. Вот представлена карта. Общий объем инфузионно-трансфузионной терапии составил 11 литров. Инфузионные среды 3,5 литра. Остальное все это были компоненты крови. РСС, ауторитроциты, плазма, криопрецепитат, тромбоконцентрат. Вводили коагил и троноксамовую кислоту. Давление поддерживалось на инфузии дофамина и адреналина. И, в общем-то, интраоперационно более-менее дальше все было стабильно. Операция на протяжении 6 часов, после операции она переведена в палату. Через 2 часа она экстубирована. Затем начато энтеральное питание, вертикализация. Это, конечно, пациентка, видно, да, здесь взрослый уже ребенок, ну не 25 недель, как у той предыдущей, у представленной женщины. То есть это примерно такой же был случай. Пациентка через 16 часов после 7 литров кровопотери. Поэтому, в общем-то, вот так вот должна чувствовать при правильно проведенной терапии анестезиологами. И дальше вопрос, как раз-таки, да, 2 года уже у нас будет 7 ноября, как мы впервые применили баллонную окклюзию аорты, поэтому 7 ноября у меня будет доклад уже по опыту использования баллонной окклюзии аорты на форуме, сепсис-форуме, вот эти тромбоз и гемостаз, поэтому, пожалуйста, могу более подробно там буду тоже это все рассказывать. Понятно, что когда у нас кровоснабжается матка, мы вспоминаем нашу анатомию и примерно представляем, где должны перекрыть, чтобы прекратить весь кровоток матки. Да, это только аорта, все остальное, все остальные ранее применяющиеся способы, это и маточные артерии, мы все тоже делали, и внутренние подвздушные, мы делали и окклюзию, и перевязку, и баллонную окклюзию, и эмболизацию, по рентгеноперационной. К сожалению, мы не нашли, не увидели таких результатов, которые мы видим, конечно, при использовании эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты. Именно за счет того, вероятнее всего, что мы не перекрывали яичниковую артерию, а сеть коллатеральная при беременности, она, конечно же, сильно выражена, и, к сожалению, из нее большой объем кровопотери мы получали. Были предложены как раз таки с этой целью эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты. Вот немножко Ольса Михайлович уже полностью, в принципе, все рассказал, принципы постановки. В чем преимущество? То, что это делается в простой операционной, не нужны никакие дополнительные нам аппараты, приборы, достаточно на ультразвукового аппарата, который, в общем-то, обычно у всех есть, и если нормальные мануальные навыки и время постановки примерно составляет до 10 минут, если экстренная ситуация, в принципе, то может проводить любой специалист, который умеет катетеризировать сосуды, а если это все-таки плановая ситуация, которую мы сейчас пока начали применять, то это, конечно же, должен быть сосудистый хирург, который несет юридическое ответственность за данную манипуляцию. И вот пациентка, одна из последних, это сентябрь этого года, беременность 31 неделя, рубит на матке после кесарево сечения, полное предлежание плаценты, врастание плаценты, кровотечение. И вот у него 11 сентября повторный эпизод кровотечения, выставлены показания для операции. Под комбинированной спинно-эпидуральной анестезией перед операцией была проведена пункция катетеризации бедренной артерии, через интродюсер заведен баллон, и начата операция, извлечен мальчик, после чего было произведено раздувание баллона. Время раздувания баллона составило 21 минута, продолжительность операции 48 минут, кровопотеря составила 680 миллилитров. В принципе, после этого, после окончания операции, пациентка переведена в палату инфинктивной терапии, на следующий день она переведена в послеродовое отделение и на пятые сутки выписана домой в удовлетворительном состоянии. С 7 ноября по сегодняшний день у нас уже 22 случая применения эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты. Конечно же, однозначно время операции значительно уменьшается при этой методике. Объем кровопотери, объем проводимой инфузионно-трансфузионной терапии, активизация пациентка. Они наиболее рано переводятся в послеродовое отделение, выписываются домой. И, конечно же, мы еще отрабатываем эту методику, они будут более лучше еще себя чувствовать, потому что есть к чему стремиться. По поводу осложнений, у нас было вот из 22 случаев одно осложнение – это тромбоз бедренной артерии. Но если посмотреть, притом он был клинически незначимый, пациент абсолютно никому не предъявлял никаких жалоб, но так как мы всем делаем УЗИ сосудов, теперь уже и до, раньше только после операции, теперь и до операции, то, в принципе, это была, так скажем, находка. Она наблюдается у сосудистых хирургов, и, в общем-то, они пока ничего не предпринимают. В группе, где мы не делали баллонную окклюзию, тоже у одной пациентки был тромбоз глубоких вен бедра, поэтому проблемы, они есть. И вот из 22 пациенток у нас две все-таки операции закончились удалением матки, поэтому свой ноль мы закрыли, у нас уже, в общем-то, получилось, что две операции мы закончили экстерпацией. Таким образом, есть к чему стремиться, есть что делать, поэтому залог успеха командной работы и благодарю за внимание. Так понимаю, временно вопроса нет, но...